В общем, пока в стране у нас объявлен карантин, все закрыто, никого не впускают, никого не выпускают, мы получаем посылки из Китая. Что там? Это твое. А, это пришло мое стеклышко на телефон. Ровно неделю назад я не могла здесь сфотографироваться, потому что мне мешали люди. Сейчас не только людей, закрытый ресторан. Конечно, история с эпидемией очень грустная, но с другой стороны, когда еще будет возможность погулять по пустой Праге? А, фотографируйся, не хочу. Ресторан, который никогда не спит в центре города, сегодня закрыт. Ну, кстати, некоторые рестораны как бы открыты, единственное, что они внутрь не пускают и дают еду с собой. Да, вот этот ресторан и вдруг закрыт. Исторический момент. Просто места, которые не бывают закрытыми, хоть днем и ночью здесь тусит народ, но не сегодня. А вот, кстати, группа русских туристов стоит. Это самые смельчаки, последние из магикан, которые еще, видимо, не успели уехать. Разбираются, чистятся рестораны, которые тоже здесь со дня сотворения Праги, наверное, не закрывались. Ну, кстати, вот публика, которая не мешает коронавирусу, это уже и наркоманы. Верующим никто не мешает. Вот, тут всегда забитые битком рестораны. Никого. Если обычно здесь люди снимают на видео и фотографируют красоты этой площади, то сейчас все фотографируют отсутствие людей. Это примерно как в Париже год назад, когда желтые жилеты хулиганили. Очередь за сосисками. Ну, вот что значит закрытый ресторан. И самое необыкновенное, что сейчас можно наблюдать в Праге, это отсутствие людей, ну, практически отсутствие людей под Орлоем. Здесь обычно толпы, толпы, толпы. Не пройти. Сейчас фотографируйся сколько душе угодно. Никого нет. Дорогие рестораны в Старой Местской площади теперь специализируются на Терделниках. Потому что это сейчас, судя по всему, самый ходовой продукт. О, еще и горячее вино продают. Неделю назад здесь было не протолкнуться. Бедный бомжик, кто же ему сейчас подает? Он сам в шоке думает, где все? Где люди? Вот еще открытые места здесь в Терделниках. Гуляем по пустому городу из наблюдений. В городе одна русская и чешская речи. Вот серьезно. Русские ничего не боятся. Но чехи-то дома. А русские причем туристы конкретно. Что они здесь делают? Ну хотя с другой стороны очень красивых фоток можно кучи сделать. Как открыла открытая Багетерия Боливар. Только с собой внутрь не пускают. Кто ж теперь голубей покормит Терделникам? Эта улица всегда самая перетайновая. Короче, туристы, конечно, есть. Очень мало, но они есть. Вот у нас логичный вопрос. Границы закрыты. Видимо, существуют какие-то люди, которые работают переводчиками через границу. Тайна, через лес. Из Германии. Нелегальных туристов заводят в Прагу. Но вот, к сожалению, Карлов мост абсолютно пустым никогда не бывает. Вот это те люди, которых перевели нелегальные переводчики через границу. Что характерно, нет даже художников. Видимо, им нельзя тут сидеть. И нет лебедей. Ну они есть, но их тоже мало. Нелегальные. Может, они и есть нелегальные переводчики. Такое впечатление, что это какое-то шоу нам устроили, за которое мы должны заплатить очень много денег просто. Но тут есть свои плюсы. Вот я, например, никогда не видела, как выглядит эта дверь. Пражский град закрыт. Боятся, чтобы нашего старенького президента не заразили. Вот такого мы точно никогда не видели. Пустая площадь практически перед Пражским градом. Пражский град закрыт. И солдатиков нет здесь. Тоже боятся коронавируса. Вот самая милая охрана. Вот такой не пропустит врага к президенту. Да, все люди сейчас ходят по этому торговому центру с фотоаппаратами. Все снимают, документируют. Потому что в следующий раз такое будет только в новогоднюю ночь. Армагеддон. Да, или какой-нибудь еще один Армагеддон. Типа Эболы. Открыт только продуктовый магазин. Вообще, конечно, убытки жутки. Ну да, вот аптека открыт. Хотя аптека такая, ее с натяжкой можно назвать аптекой. Здесь только крема продается. Лекарств здесь нет. Это одно название, а не аптека. Фудкорт. Да, фудкорты закрыты полностью. Как закрывают? Никто не рассчитывал, что когда-то придется закрыть вот это все. И главное, из-за чего? Из-за того, что где-то в Китае сожрали какую-то мышь летающую. Теперь крохуют в магазинах. Прикольно, что открыт Самсунг. Нет. Дверей нет, но у них же есть товар там. Входный продавец там есть. Никого нет. Почему Самсунгу можно, а вера моде нельзя? Такое снимать надоест. Захочется нормально сходить покушать в ресторане. Вообще захочется увидеть туристов. Но с другой стороны, теперь все мы оценим вклад туристов в экономику Праги и Чехии. В ночь перед открытием этот магазин, наверное, выглядел так же. Так, а что у нас еще? Очки у нас еще открыты. Так-так. Очки открыты. Майкл Корс закрыт. Самое прикольное, что играет музыка. Девушка на информации сидит. А это моя самая любимая люстра. Наконец-то могу снять на видео без посторонних в кадре. О, а тут такая фотозона свободная. Пожалуйста. Вообще, конечно, полное ощущение, что конец света наступил. Тур агентства. Вот кого жальче всех, кстати. А еще мы передаем привет всем, кто штурмует магазины, кто рассказывает, что пустые прилавки, кто стоит в очередях в определенных магазинах. У меня хвило, как люди скупали картошку. И вот, кстати, самый важный коронавирусный продукт – это туалетная бумага. Я не знаю, вот для чего, конечно, люди ей тарились, но она никуда не девается. Туалетную бумагу просто так не уничтожь. Она вечная и бесконечная.